Я писала новости, которые сегодня стали известны в офисе, то есть вы видите на фото сотни карт-карт, их очень много действительно прибыли, карты, которые сегодня уже доступны будут к оплате, почему? Ну не сегодня доступны, именно когда появится кнопка, но сама функция доступной к оплате почему состоялась? Длительное прописание отношений с мастер-карты, с визой по загрузке, финансовой загрузке этих карт уже в легальном поле, все решены, согласования достигнуты, поэтому карты прибыли в офис. Как только программисты дадут допуск кнопки оплаты, все, мы можем заказывать карту и первые, ну на сегодняшний момент там сотни-сотни, я не знаю сколько, но наверное несколько сотен карт, первые, кто будут заказывать, максимально быстро будут доставлены карты отсюда из офиса в Португалии. Далее заказ будут эти карты, механизм будет налажен и это будет отправляться конкретно по адресам уже из главного офиса из Бразилии, поэтому карты на сегодня это реальность. Что касается Умбреллы, я хочу напомнить, что загрузка карты, я пока не поняла механизма, поэтому жду пояснений от нашего SEO, он должен выдать пошаговую инструкцию, карты мы будем пополнять из офиса своими деньгами, поэтому я не знаю каким образом это будет осуществляться, какой-то механизм должен быть прописан. Далее, что касается Умбрелла, у всех, кого заблокированы аккаунты, никоим образом на сегодня мы не сможем решать вопрос по просьбам, запросам, только в порядке, который установлен поддержкой. Вам нужно написать письмо, если вы уже верифицировали, либо не успели верифицировать, но вам нужно активировать ваш счет, вы пишите, прошу активировать счет и грузите все документы, которые вы должны грузить для верификации. Это будет совмещение двух функций. Если у вас заблокирована, значит и разблокировка, и верификация вашего счета. Пожалуйста, документы должны быть очень четкие. В инструкции у Андрея Жарикова все прописано четко, каким образом грузить документы, почему они могут не проходить. Столкнулись с ситуацией, когда справки, которые выдают жилконтор, либо какие-то официальные организации, имеют очень мелкий шрифт и нечеткий, неясный. То есть не черные, а серые буквы, которые при увеличении не читаемы. Такие справки они не примут, потому что невозможно разобрать даже какой алфавит. Ничего невозможно разобрать, они просто увеличивают, когда показывают. Такая справка не годится. То есть, пожалуйста, все документы, которые вы готовите, должны быть четко видны. Скрины паспортов четкие. И при этом, напоминаю, заранее проверяйте, что вы регистрировали в кабинетах ID. Это очень важно, потому что практически готовится запуск биржи. Поэтому все то, что я сейчас говорю, это очень важно. Напомнить, только сегодня руководство вернулось из Бразилии. Проведена большая работа. Вот все, что он сказал о предварительной подготовке нюансов по функционированию наших финансовых инструментов. Большая работа. Почему? Потому что не только техническое поле, но и некоторое поле в легализации определенных возможностей занимает время. Вот мы ждем от нашего СО Мигел Гомыша, мы ждем официальное сообщение. Я его переведу и сразу выставлю. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...